МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Информационные итоги понедельника готовы подвести корреспондента ОРД. Студия Алина Волохова. Спонсор программы Оренбургский удостоверяющий центр. Успейте обновить свою кассу до 1 января 2019 года. Под новый формат, фискальных данных и ставку НДС 20%. Телефон в Оренбурге 77 10 10. А сейчас к новостям. И вот о чем мы поговорим сегодня. Почти три недели поисков. Школьник из Сокмарского района найден мертвым. Кто станет новым мэром? Кандидаты на пост главы Оренбурга представляют план развития города. Открыт спустя 8 лет. Сегодня в Светлом начал работу кинотеатр Восток. Появились первые елочные базары. Почему цены на символ Нового года повысились? Создали десятки голевых моментов, но проиграли. Футболисты Оренбурга уступили московскому локомотиву. Начинаем выпуск с предупреждения областного МЧС. В ближайшие сутки в регионе ожидается сильный туман. Из-за этого видимость на дорогах значительно ухудшится. По данным спасателей, видимость из-за тумана будет 500 метров и менее. Автолюбителям рекомендуют двигаться по трассам с осторожностью. Важно соблюдать как скоростной режим, так и дистанцию. Если туман слишком плотный, то в этом случае специалисты советуют остановиться и переждать непогоду. Сегодня в Светлинском районе после долгого простоя возобновил свою работу кинотеатр «Восток». В этом году учреждение культуры отметило 55-летие. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Юрий Берг. Кинотеатр в поселке Светлый стал одним из первых в области. Он открылся в 1963 году. Но в 2007 в зале прекратился показ фильмов. Спустя еще три года учреждение культуры полностью закрылось. Тогда на объекте побывал губернатор и поручил восстановить здание. В рамках федеральной программы там был проведен капитальный ремонт, закуплена новая киноаппаратура, экраны и кресла. Всего на восстановление кинотеатра «Восток» направлено почти 6 миллионов рублей. Сегодня прошло его торжественное открытие. Работники ЮМЗа собираются выйти на митинг. Сегодня стало известно, что в администрацию Орска направлено соответствующее уведомление. Заявлено, что число участников не превысит 500 человек. Пока массовое собрание не согласовано. Напомним, до 31 декабря завод находится в простое. Ситуацию на предприятии пытаются стабилизировать. По последним данным, завод подключен к теплу на 80%. В этот понедельник на работу вышли более тысячи сотрудников. Проблемы трудоустройства Арчан находятся на постоянном контроле губернатора области Юрия Берга. Сегодня прошла рабочая встреча главы региона с представителями руководства завода. А сейчас к другим темам. Претендентов на пост главы Оренбурга стало меньше. Список сократился в первые же минуты работы конкурсной комиссии. До третьего этапа дошли 27 человек. Сегодня они озвучили свое видение перспектив развития областного центра. Наш корреспондент Виталий Дерябин готов рассказать о том, кому могут доверить судьбу Оренбурга и тех, кто уже оказался за бортом выборного процесса. 29 кандидатов пришли утром понедельника в зал горсовета. В их числе традиционный участник всех, какие возможно, выборов Сергей Столпак. За пять минут до начала комиссии прогнозируют существенное упрощение ее работы по причине оттока кандидатов. Вопрос один. Кого изберет комиссия? Но выслушать обязаны всех. Я сейчас думаю, что сейчас 50% будут исключены. И действительно исключили. Но лишь одного Столпака. Председатель комиссии, вице-губернатор Вера Баширова в официальном письме на его имя сообщает. Нет справки о судимости, нет участия в конкурсе. Столпак к такому повороту явно готов. Отказ принимает спокойно. Даже по пути домой, не выходя из привычного образа. До свидания. 30 минут Рождествен и Кулагин. Ровно 20. Увидите. Остальных разбили на пятерки в зависимости от срока подачи документов в комиссию. Общение с ней идет без телекамер. Единственное транслирует происходящее в кулуары. Первым выступает общественник Александр Рождествен. Не размениваясь по мелочам, сходу призывает рассматривать Оренбург как город с миллионным населением. Недостающую почти половину жителей предлагает забрать из Оренбургского района. Мне сказали руководители Оренбургского района. Александр Рождествен, ты хочешь весь район забрать? Это был 1991 год. Нет, я у вас ничего не хочу забрать. Я хочу лишь сделать, чтобы город Оренбург жил. По генеральному планированию присоединения вот этих всех территорий. Начало работы конкурсной комиссии 10 часов утра. Ожидаемое время завершения ее работы 10 часов вечера. Для того, чтобы заслужить концепции по развитию города всех 28 кандидатов, необходимо очень много времени. Вице-губернатор Дмитрий Кулагин будет выступать с предпоследним. Детали своей городской концепции не раскрывает. Говорит лишь о ближайших планах в случае избрания. Спокойно провести новогодние праздники. На вопрос, чувствует ли себя фаворитом, отвечает политкорректно. Я с глубочайшим уважением отношусь ко всем кандидатам. Те программы, которые были опубликованы в открытом доступе, я посмотрел. Там есть очень много толков у кандидатов. Поэтому я не вижу здесь никого фаворитом или отстающим. Все равны. И еще один претендент сразу сошел с дистанции. Причем по собственному желанию. Выступление Александра Колыбельникова, второе по счету, долго не продлилось. Потому как содержало лишь одно заявление. Снимаю свою кандидатуру в пользу Дмитрия Кулагина. Виталий Дерябин, Семен Воробьев. Новости дня. Заседание конкурсной комиссии проходило до позднего вечера. Итоги мы подведем в ближайших выпусках. В это же время выборы проходят и на западе региона. Новый мэр в скором времени появится в Бузулуке. Срок действующего главы Валерия Рогожкина истекает 22 декабря. Первое заседание конкурсной комиссии состоялось 5 декабря. Ее возглавила вице-губернатор Вера Баширова. Окончательный вердикт будет вынесен 28 декабря. Напомним, что Валерий Рогожкин был трижды выбран жителями города главой Бузулука. Он был победителем на выборах мэра в 2000, 2005 и 2013 годах. В промежутках три года он провел на посту вице-губернатора Оренбургской области. Особый контроль сейчас осуществляется за честностью и открытостью выборов в Бузулуке. В первую очередь это связано с тем, что в городе был сорван первый рабочий день конкурсной комиссии. Урегулировать этот вопрос удалось лишь с привлечением правоохранительных органов. Телеканал ОРТ продолжает акцию «Стать волшебником просто». В роли добрых магов может выступить каждый из нас. Достаточно лишь осуществить мечту ребенка. Сегодня мы знакомим вас с Артемом Шмановым. В нашей съемочной группе мальчик рассказал о своем самом сокровенном желании. Весь мир Артема – вот это небольшая комната. Он редко выходит на улицу. Восьмилетнего мальчика маме сложно выносить на руках. Самостоятельно добраться до игрушек ребенок тоже не может. Левая нога и рука почти не действуют. При рождении поставили диагноз ДЦП. Болезнь затронула головной мозг. Мальчик отстает в развитии от сверстников, поэтому в свои восемь лет еще не ходит в школу. «У него поражение левой стороны, левая часть у него плохо двигается. То есть глаз атрофирован. А так ногу ему выравнивали. Руку, ну с рукой еще тяжелее, там ничего уже не сделаешь. Нога у него практически вообще наступить полностью не мог. То есть он только на носочки ходил бы». Его лучшие друзья – герой известного мультика. Фигурки воплощают все его самые заветные и смелые мечты. «Бегать, прыгать, кататься на качелях». Он везде их носит с собой на прогулку, в больницу, в санаторий. «Ой, уже вот бантик, а я синяя голова. Он теперь бантик. Люблю бантик». Мальчик недавно перенес операцию. Ему выравнивали ножку. Теперь спать приходится в неудобном туторе. Впереди реабилитация и тяжелые тренировки. Врачи не дают никаких гарантий, но есть шанс, что он сможет самостоятельно стоять. Он верит в чудо и хочет простых детских радостей, особенно в Новый год. «Я хочу дом готов. И скобайка, костини, на кухню, что-нибудь вкусуют». Стать волшебником можете и вы. Просто осуществите мечту ребенка. Все подробности акции на нашем официальном сайте «Медиа-56.ру» или по телефону редакции. Его вы видите на своих экранах. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов. Новости дня. Это «Новости дня». Мы продолжаем. И вот какие события региона мы обсудим далее. Появились первые елочные базары. Почему цены на символ Нового года повысились? Создали десятки голевых моментов, но проиграли. Футболисты Оренбурга уступили московскому локомотиву. Поиски 10-летнего мальчика из Сакмарского района остановлены. Ребенок найден мертвым. Напомню, он вышел из дома 19 ноября. И больше его никто не видел. Полиция, спасатели, волонтеры, односельчане. К поискам подключились сотни людей. Школьника искали даже за пределами региона. Три недели поиска. Надежда обнаружить ребенка живым оставалась до последнего. В региональном следственном управлении сообщили, что удалось обнаружить тело погибшего школьника. Оперативники установили картину произошедшего, а также задержали лицо, совершившее особо тяжкое преступление. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к убийству 10-летнего мальчика. По данному факту, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Допрос, психолого-психиатрическая экспертиза в отношении задержанного. Следствие настаивает о заключении подозреваемого под стражу. Личность задержанного пока не раскрывается. ДТП на востоке области. Беспечность молодых людей едва не обернулась трагедией. Этой ночью в Новотроицке развернулась погоня за пьяным водителем. На кадрах оперативного видео легковой автомобиль. Полицейский требует остановиться. Водитель напротив жмет на газ. На скользкой дороге он исправился с управлением и перевернулся. Все произошло ночью, поэтому встречных машин и пешеходов не было. Сотрудники утверждают, что трагедии удалось избежать чудом. За рулем оказался 27-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, который не имел права управления транспортным средством. Вместе с ним в машине передвигался его друг, который также имел явные признаки алкогольного опьянения. В результате дороже транспортное происшествие, когда пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол. Суд назначил молодому человеку 12 суток ареста. По данным областного ГИБДД, порядка 70% ДТП происходит именно с участием нетрезвых водителей. И к другим темам. До Нового года запущен обратный отчет. На улицах Оренбуржья стартовала продажа главного символа зимы. Большинство зеленых красавиц – гости из других регионов России. Оренбургские лесхозы почти перестали поставлять елки, сосны и пихты. С чем это связано и как путешествие по стране скажется на качестве и цене новогодних деревьев? Мнение продавцов и защитников леса в материале моей коллеги Анастасии Кубатко. В Оренбурге уже открыли елочные базары. Цена любого дерева сейчас колеблется в районе 400 рублей. Купить хвойную красавицу к Новому году жители Оренбурга смогут в любом районе города. В областном центре будет открыто почти 90 площадок. Эльмазин Абдулаев – один из тех, кто не первый год занимается продажей новогодних елей. Вот уже 10 лет возит их из Ульяновской области. Говорит, в лесном хозяйстве Оренбурга деревьев почти не осталось. В этом году мы их поздно привезли. Они уже когда снег был, они потом начали рубить. Они не будут сыпаться. Сейчас уже там давно снег. У нас там уже почти месяц назад снег выпал. Раньше оренбуржцы могли в два раза дешевле купить новогоднюю красавицу прямо в лесхозе. Но теперь, увы, в областном центре и пригороде сосен и елок попросту не осталось. Теперь ни в восточном районе, ни в подгородней Покровке, где ранее сажали новогодние деревья на продажу, их уже не купишь. Из ста гектаров земли, на которых выращивались сосны, в Оренбургском районе осталось лишь пять. Сегодня известно, что елки к нам в область, например, привозят из других лесхозов. Это, может быть, это Самарская область, это Пермь и так далее. Вот, видимо, наши лесхозы известны, что сегодня работают на озеленении. Выращивают елки не на продажу для новогодней красавицы, а на продажу с корнем вместе, то есть для озеленения города. Наши лесхозы в данном случае тут, если страдают, то, конечно, в том плане, что теряют просто прибыль. Ну а так, собственно, гражданин обычно не пострадал. По словам экологов, проблема с выращиванием елей в лесхозах вполне решаема. Для того, чтобы вырастить новогоднее дерево и возобновить поставки елей на оренбургские базары, достаточно всего пяти лет. Однако лесные хозяйства нашли способ куда менее затратный – продажи деревьев на корню. Лесхозы еще сохранились в Сорочинске, Базулойке и Северном районе. Там говорят, что заготовку начали еще в середине ноября. И сейчас полным ходом идет погрузка елей для продажи. Анастасия Кубатко, Константин Воробьев, Новости дня. Двумя важными датами для Росреестра запомнится 2018 год. Ровно 20 лет назад начала свою работу система государственной регистрации прав. А 10 годами позже, указом президента России, создана служба регистрации кадастра картографии. Этим событием был посвящен праздничный концерт. Он прошел во Дворце культуры и спорта «Газовик». Две круглые даты – 20-летие создания системы государственной регистрации прав в России, а также 10-летие образования Росреестра отметили в областном центре. Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии была создана 25 декабря 2008 года. 10 лет, казалось бы, совсем немного. Но сделанное за это время без преувеличений даст большой толчок к будущему. За эти 10 лет столько сделано, что сегодня наведен порядок, наверное, и на земле в какой-то степени, но не до конца, и в недвижимости. Первый был ажиотаж такой, что очередя большие. Когда открывали армаду, говорили, зачем это нужно. Сегодня в армаду приходишь, никакой очереди нет. За столь маленький промежуток времени для такой большой организации удалось наладить межведомственные отношения, внедрить единую правоприменительную практику, а также начали применять бесконтактные способы работы с заявителями. Совместно со Сбербанком России успешно внедрили услугу по электронной регистрации ипотечных сделок. Хочется поздравить Росреестр с днем рождения. Дата еще небольшая для предприятия, но тем не менее уже много достигнута. Можно сказать, что Росреестр идет в ногу со временем. Цифровая экономика – это как раз про них цифровизация государственной услуги в электронном виде. Концерт, приуроченный к двум важным датам для Росреестра, начался с церемонии вручения благодарственных писем, а также нагрудных знаков, которые специально выпустили к юбилею организации. Поздравление о подведении итогов и освещении новых целей. Именно это звучало из уст руководителя управления Росреестра по Оренбургской области Владислава Решетова. Сформирована единая региональная информационная база недвижимости. На сегодняшний день в ней содержится сведения о более 2 миллионов объектов недвижимости, расположенных на территории Оренбургской области, на которые зарегистрировано более 3 миллионов прав. Одним из достижений ведомства является значительное сокращение сроков оказания государственных услуг. В Оренбургской области он составляет всего 5 рабочих дней. Основные преобразования и совершенствования еще впереди. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. А сейчас к новостям дня из мира спорта. Футбол отправляется на зимние каникулы. Осеннюю часть чемпионата российской премьер-лиги Оренбург завершил в Москве матчем с локомотивом. Все подробности, как всегда, у нашего спортивного обозревателя Анатолия Юденича. На старте сезона в третьем туре Оренбург дома сенсационно победил железнодорожников. И действующий чемпион страны на родном стадионе жаждал реванша. Однако в самом начале встречи его ждал холодный душ. На восьмой минуте трехходовку завершил Деспотович, отправив мяч в домик вратарю сборной России Гильерми. И к перерыву гости должны были все решать. Локомотив насел на наши ворота, и оренбуржцы раз за разом ловили хозяев на контратаках. Но упускали момент за моментом. Не раз могли забить Сутармин, тот же Деспотович, Малых. Ну или чудеса реакции демонстрировал Гильерми, или сами ошибались. Нужно заметить, что и в противоположных воротах без устали трудился Довбня, спасая команду. После перерыва Оренбург продолжил транжирить шансы, и закономерно последовала расплата. Фарфан в течение пяти минут сумел отличиться дважды. И принес локомотиву, не вытекающую из логики матча, но выстраданную победу 2-1. Очень обидно. Не то что досаднейшее, а глупейшее поражение. Но виноваты мы в этом сами. Не реализовав множество, не то что убойных, а стопроцентных моментов, ну и наступила расплата в виде двух пропущенных мячей. Ну, благодарен ребятам, что они показали очень хороший содержательный футбол. Футбол, содержательный футбол, я думаю, ничем не уступив этому грожному сопернику. И, ну, единственное, что только у нас не получилось добиться результата. Вместо того, чтобы подняться на пятую строчку таблицы, Оренбург опустился на девятое место, на котором при одном отложенном матче с крыльями и встретит зимнюю паузу. Но нужно признать, что наш клуб стал главным открытием чемпионата, и болельщики надеются на достойное продолжение уже весной. Анатолий Еденич, Владимир Зволинский, Новости дня. И в заключение выпуска возвращаемся к главной теме зимы. Новогодние сувениры, поделки из глины и самодельный камин. Зрители ОРТ на протяжении двух недель делились своими идеями. И сегодня наш телеканал подвел итоги конкурса. С 1 по 10 декабря в официальной группе нашего телеканала каждый телезритель мог разместить фотографии творческих работ. Главное условие – они должны быть сделаны своими руками. Участники конкурса вдохновлялись творчеством нашей коллеги, ведущей программы «Уютные вещи». Виктория Щелкунова в новых программах рассказывает о том, как сделать оригинальные новогодние украшения для дома и елки. Всего на конкурс было представлено более 15 работ. Нам очень приятно, что телезрители так активно откликнулись на участие в нашем конкурсе. Было прислано очень много ярких, разных, интересных работ. И каждая, безусловно, заслуживает внимания. Итоги конкурса подвела Виктория Щелкунова, ведущая программу «Уютные вещи». Она выделила работы Натальи Борисовой – это серебряный сказочный домик и яркий новогодний колпак, который может стать достойной заменой звезды при украшении новогодней елки. Именно это новогоднее украшение – дизайнерский шар – получит в подарок победитель. Награждение пройдет в студии ОРТ в четверг, 13 декабря. Мы благодарим телезрителей за внимание к конкурсу и интересные яркие работы. Таким был этот понедельник. А я напоминаю, что спонсор программы – Оренбургский удостоверяющий центр. Успеете обновить свою кассу до 1 января 2019 года. Под новый формат, фискальных данных и ставку НДС – 20%. Телефон в Оренбурге – 77 10 10. Впереди вас ждет блок коммерческой информации. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь вместе с ОРТ и будьте всегда в центре главных событий региона. Закончить грандиозную стройку или сделать ремонт вам поможет разнообразный ассортимент магазинов на площади 1 мая 4. Более 500 вариантов отделки фасада вам предложат специализированный магазин «Фасад Маркет». Расчеты визуализация, замер бесплатно, монтаж в любое время года. «Фасад Маркет» точно знает, как сделать ваш дом красивым. Если вам понадобились входные или межкомнатные двери, они уже ждут вас на складе салона «Московские двери». Более 3000 дверей в наличии по привлекательным ценам. Вы можете купить межкомнатную дверь по цене от 2260 рублей за комплект без фурнитуры. Входная дверь с ручкой и замком в комплекте от 9900 рублей. Магазин «Мир Ленолеума» на площади 1 мая 4 предложит вам огромный выбор этого красивого и стойкого покрытия. Клетка, полоска, орнамент выбирать вам. А если захотите приобрести ковролин, он также есть в продаже. Плюс любые аксессуары для укладки покрытий. Сделать ванную комнату или кухню привлекательной и удобной вам поможет ассортимент магазина «Сантехника». Мебель и смесители, унитазы, ванны, сопутствующие аксессуары и, конечно, хит-продаж – гранитные мойки для кухонь. А если вы занялись ремонтом канализации или водопровода, то все необходимое вы также можете купить в магазине «Сантехника» на площади 1 мая 4А. Много приятных и нужных мелочей для дома и офиса вы найдете в магазине «Посуду, хостовара, обои» на площади 1 мая 4. Обои, самоклеющаяся пленка, фартуки для кухни, комоды, лакокрасочная продукция, различная посуда оптом и в розницу. Все нужные мелочи, необходимые в хозяйстве, вы можете купить здесь по достаточно демократичным ценам. В преддверии предстоящих праздников ассортимент магазина «Принцесса на горошине» поможет вам определиться с подарком. Постельное белье, пледы, текстиль, детский отдел, полотенце и наборы с символом года. «Принцесса на горошине» всегда радует своих покупателей приятными ценами. Ждем вас за покупками по адресу город Оренбург, площадь 1 мая 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова